Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать? Тебе в этом поможет сервис Best Donat. Один из самых крупных и надежных сервисов по донату. Здесь ты можешь приобрести вип пропуск, путь доблести, а также любую акцию и любой набор крисов, который только появляется в игре. А на первую покупку тебя также будешь ждать скидка в 5%. По всем интересующим вопросам пиши в телеграмм Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! У нас в игре началась Бездна. Давно я не делал призывы, на ней вообще давно роликов по Бездне не выходило. Но сегодня у нас в рекомендованных появился Кснафольд. А это до сих пор интересный, полезный. Уникальным его уже не назовешь, потому что много героев вышло, которые также моментально накидывают много маны. Гораздо больше чем 10%, как сейчас у Кснафольда. Но тем не менее, герой до сих пор остается очень актуальным. И также нельзя не упомянуть, что этот герой еще обладает одной из самых, в кавычках, скажем, уважительных причин, по которой его когда-то фиксанули. И об этом мы сегодня также поговорим. И давайте, знаете, начнем даже не с костюма, а с его обычной версии. Почему она полезная и до сих пор остается актуальна, когда этот герой вышел уже очень давно. Смотрите, ребята, ну все заключается в его навыке, а именно он дозаряжает остальных фиолетовых героев, а именно медленных. И если, например, у вас есть не Кснафольд, а Людвиг, то в паре вот эти два гаврика, они будут просто творить конкретную дичь даже на обычных режимах. Потому что вместе вот с этим Кснафольдом Людвиг становится просто средним. Раньше он набрасывал 20% ман и с зарядкой медленных фиолетовых героев не возникало вообще никаких проблем. Но потом его фиксанули, сделали 10% и в этой связке Людвиг, Кснафольд или Кснафольд, любой медленный фиолетовый герой, появились некоторые ограничения. Например, под медленным героем должны стоять 30-е отряды либо магов, либо циклопов. И также нельзя вот этой связкой ходить на обороны, где присутствует какой-нибудь из героев бардов, типа Агимы, Нарциссы и так далее. Потому что у бардов есть пассивка, а именно они на 50% сокращают прямую надбавку маны. То есть получается вот в этом своем виде он уже будет набрасывать не 10% маны, а всего лишь 5%. И поэтому Людвиг, если будет рядом с ним стоять, он уже не будет дозаряжаться. Но все равно на все остальные обороны их можно спокойно вдвойки брать. Ставить Кснафольда, рядом Людвига, потом какого-нибудь ударника жесткого и все. Если вы зарядили Кснафольда, он дозарядил Людвига, тот ультанул. И под диким бафом Людвига Кснафольд также будет постоянно ультовать. И понемногу дозаряжать вообще всю остальную команду, еще и отхиливать. В общем, если Кснафольд у вас зарядился, то можно сказать, бой где-то, ну не знаю, на 90% уже выигрышный считается. Также, ребята, огромный плюс у этой связки проходить какой-нибудь контент в игре, а именно карту на сложном уровне. Кому-то, я не знаю, может нравится в ручном режиме это все проходить, мне это вообще никак не заходит. Поэтому я ставлю так же, как уже говорил Кснафольда, Людвига, каких-нибудь остальных мощных героев. И просто на автобой ставлю и все, и даже сложные уровни это все спокойно проходит. И давайте поговорим о причине его фикса. Смотрите, когда фиксили Юпитера, сказали, что герой оказался очень мощный, они такого не ожидали и так далее. В общем, ну, адекватная причина, никаких вопросов как бы нету. Потом, например, когда фиксили Крампуса, там причина была, то что вот эти вот новогодние герои, когда оказывались в одной обороне, у них была очень жесткая синергия. И там реально бои очень надолго затягивались, там все ультовали, кучу миньонов призывали. Когда этот пингвин начинал ультовать, там конкретная жесть была, там можно было смело на минуту куда-нибудь уходить, потому что он пока проультуется. Куча времени пройдет. И самый прикол еще, ты, например, пол обороны вынес, ультует мать севера, всех поднимает, эта шарманка заново начинается, короче, ты их по новой выносишь. В общем, времени затрачивалось на вот эти вот обороны очень много, и желания на них нападать вообще никакого не было. То есть, поэтому их всех фиксанули, и Крампуса костюм вообще там так фиксанули, что этот костюм никто уже им не пользуется, а используют его обычную версию. В общем, даже в той ситуации причина как бы была понятная. А когда пришла новость, что будут фиксить Кснафольда, думаю, некоторых это удивило, потому что герой никак не жестил. Да, он находился в обороне, центр ее держал, но, тем не менее, никаких предпосылок и признаков он не подавал, что он что-то делает такого, чтобы, не знаю, его фиксить. Но, тем не менее, ребята его фиксанули со словами, не, ну а чем он так долго центр обороны держит? То есть, единственная его причина и вина заключалась в том, что этот герой очень долго держал центр обороны, и все. В общем, причина просто огонь. Максимально, я думаю, оценили те, кто в него как-то сильно финансово вкладывался. И это, знаете, ребят, такая еще и показательная ситуация, потому что, если захотят какого-то героя фиксануть, причину, в принципе, искать и не обязательно. И если в очередной раз вам захочется выловить какого-нибудь имбаланса, то вспомните Кснафольда, который вообще никак не жестил, а его, тем не менее, фиксанули. А что говорить про каких-нибудь, не знаю, Гештальта или остальных, которые там реально жестят в оборонах. Поэтому, ребят, ни за какими героями здесь лучше не гоняться. Даже если их и не фиксануть, то с такой скоростью штамповки этих героев, они просто будут махом устаревать. Ну и давайте, собственно, перейдем к костюму на Кснафольда и посмотрим, каким он вышел в релиз. Все союзники восстанавливают 1060 очков здоровья в течение 4 ходов. То, что этот отхил тикающий, это, конечно, не очень. Также, что написано, восстанавливают, это значит, что в оверхп он не уводит. Если бы вместо слова восстанавливают, написано было бы увеличивать, то это бы формулировка означала то, что он хилит в оверхп. А так, обычный тикающий хил, ничего, в общем, особенного. Все союзники получают небольшое количество маны в течение 4 ходов. Отличный навык, но, тем не менее, моментальный наброс маны, даже в 10% он выглядит гораздо интереснее. Потому что ждать 4 хода, ну, с такими оборонами, которые сейчас, особо в общем времени и нет. Тем более, если в обороне будет еще находиться какой-нибудь диспел, он улетанет, то это просто все добро снимется. И, по факту, этот герой толком ничего и не сделает. Ну, и также, когда этот герой в атаке, то камни плюс 37% маны приносят. Тоже прикольно, ну, в общем, как и в обычной его версии. В целом, ребят, этот костюм нужен, чтобы вот этой его обычной версии просто бафнуть статы. Ровно такая же история, как и с третьими костюмами, которые вышли на регулярок. Также, ребят, в некоторых роликах я теперь буду подводить статистику по призывам. Потому что иногда даже в комментариях попадаются люди, которые спрашивают, что это за игра. И чтобы у них было меньше иллюзий, да и вообще, чтобы видеть, как здесь вообще что выпадает, как это все вылавливается. Думаю, эта статистика, ну, иногда будет полезно вообще посмотреть, прежде чем призывать. Ну, и, собственно, вот она. За почти 2 месяца сделано Х-355 призывов. И за Х-355 выпало 5 героев в месяц, 2 регулярные пятерки, 1 костюм на Леню, но это дубль он уже был. И редких новых и хороших героев выпало всего лишь один, и это был Алукарт. А всего пятерок выпало за вот эти Х-355 9 штук. В общем, ребят, вот такая вот статистика, но это еще не показатель, потому что у всех эти призывы, скажем, индивидуальные. Кому-то может вообще за Х-100 15 пятерок выпасть, а кому-то и за Х-355 и 2 не выпадет. Такими шансами на выпадение пятерок, скорее всего, статистика у большинства будет плюс-минус такая же, как и на этом скрине. Мне иногда тоже везет, что за Х-10 две пятерки выпадают. Но если брать и смотреть на всю эту историю на дистанции, то, конечно, могло быть и лучше. Пишите, как у вас с этим дела обстоят, может вам чаще выпадают пятерки, интересно будет почитать. И давайте, собственно, попризываем. Из рекомендованных хотелось бы выловить Кснофольда, хоть он у меня есть один, но если выпадет второй, я его, конечно же, прокачаю. А не из рекомендованных хотелось бы поймать профессор, что точнее ее костюм нужен. Сделали очень крутой и было бы неплохо, если бы он выпал. Но, ребят, за Крис я здесь не вижу никакого смысла крутить, потому что дальше будут Гоблины, потом Черная Пятница будет еще. Событий, где можно покрутить за Крис, еще будет предостаточно. А вот все монеты, которые накопились, мы сегодня, конечно же, скрутим. В общем, давайте попризываем и посмотрим, кто нам выпадет. Полетели! Первый призыв и давайте Кснофольда начнем крутить. Желтый. Тройка. Начинаем с тройки, это не очень. Сенда вот еще тоже нормальный герой. Если бы выпало, я бы ее прокачал. Тройка опять. Давайте сюда прокрутим. Вот она. Ну давай, красавица. Красный. Ну, идут, короче, тройки. Вообще регулярки пошли. Шесть вот лепету, тоже костюм было бы неплохо выловить. Она вместе с бардами за шесть камней заряжается, как очень быстро. Так, короче, идут одни тройки. Так, ну сюда, у Мазикена тоже до сих пор, в принципе, играбельный. Тройка, костюм, окей. Нагремся. Четыре призыва остается и что-то надежды. Продолжаем. Там, ребят, уже отцы туки пошли, поэтому нужно было чуть разгрузить рандом. Так, ну и продолжаем. Все равно тройки. Ни одной четверки еще не было. Так, Желт, давай профессоршу. И еще один призыв. Ладно, давайте с Хаснофольда. Хотя какая разница, с кого крутить? Зеленый Гремс. Да, и в сундуках понятно. Ну что, ребят, вот такие вот были призывы. В общем, как всегда. Вам удачи на этих призах, чтобы вы подали нужные именно вам герои. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok